Я могу вам спеть свою авторскую песню, которая называется «Касаштуя их». «Касаштуя их» – это ущелье среди гор. И песня, как про лето, как все цветет, только начинает, как красота. Песня «Касаштуя их» Песня считается эстрадной, популярной, современной песней. Это на своем родном языке я пел. Чор называется. Он земной инструмент, инструмент кочевников. К нам он достался от древних народов, унисейских кыргызов, здесь проживали. Это считается, как их инструмент. Осталось, досталось нам, ну, очень приятный тембр. Ну, считается, что этот инструмент, он мужской именно. Осталось, досталось нам, ну, очень приятный тембр. Ну, это новый спектакль, да. Называется «Легенда» Хаджи от Шатхани музыкального. Сам спектакль музыкального. Живое озвучивание и без слов. Все жестами, пластика и музыка. Спектакль придумывали мы все вместе. Даже вот сообща, вот так где-то, кто что подскажет, придумает такую-то вставочку там. То есть не один режиссер, а полностью искали этот. Кто был в этом спектакле, все придумывали. Ну, и по музыке тоже все сами придумывали, все сочиняли, звуки, атмосферу все создавали. И смысл этого спектакля, то, что вот мало у нас Хаджи, и нету молодежи, который вот учился этому и продолжал это, как бы, что есть риск, что это исчезнет все вот. Вот поэтому, ну, смысл спектакля такой, что родился, и, получается, сами духи инструментов, духи природы заставили этого мальчика появиться на свет, и чтоб он это понес нашу музыкальность. Чатхан и хай, вот этот традиционный. КОНЕЦ Родился я в республике Алтай, самый отдаленный район, Кошагач. Называется Кошагачский район, село Кокоря. Степной район, ближе к Монголии. И граничит этот, именно этот район в этом республике, начинается на границе с Тула. Тула идет, потом Монголия, Китай и Казахстан. Среди вот, в этой котловине, получается, расположен этот район, Кошагач, там я родился, там я вырос. Отца не стало, когда я, когда мама была уже в положении мной, она сама даже не знала, он попал в аварию, ну, несчастный случай там. Ну и потом родился я, получается, там вырос, там в школу, там пошел. Мое имя Аржан, Аржан, это вот, переводится с алтайского языка, это источник воды, либо святой источник называют, как бы Аржан, это, ну, или лечебный источник. Вода, вот народ алтайский, они во многом лечатся Аржаном, это особый чистый вот источник. Там, да, горы, голые горы, Альпы, очень высокие горы там, все истоки, реки начинаются там, получается, вот. Поэтому все реки, любые там, где текут, они вот, кристально прозрачные. Районный центр, Кошагач, вот, там школа, музыкальная школа, там и ЦДТ, ну, все развито, как бы. Торговля там очень развита, там соседи монголов приезжают, товары садят. И там живут еще 50% населения, это казахи. И, ну, и все дружно живем, нормально там все, как в давних времен еще. И несут в этом районе, несет две культуры, получается, казахская и алтайская культура там. Ну, вот там я и учился, и у казахской школы, и у алтайской школы, вот, музыкальной школы. Я начал с маленьких музыкальных инструментов, ну, Тимир Хумус, да, вот. У нас он назвался Хумус, ну, Тимир Хумус тоже так же. С трех-четырех лет тут я начал играть, но маленький был совсем. Ну, он легкий инструмент такой, на нем хоть кто научится играть. Ну, вот, Бринкл, Бринкл. Бринкл, Бринкл. Лет десять я где-то начал изучать баян. Он был большой, ну, вот так вот поставится, и только глаза видно. Ну, мне было тяжело его таскать в школу, и оттуда домой. Так я забросил баян. Ну, и потом пошел в двенадцать лет, ну, случайно попал в музыкальную школу национальных классов национальных инструментов. Ну, и там мой преподаватель, самый первый преподаватель, он как раз тоже только закончил музыкальное училище вот здесь, в Абакане. По классу баян вообще закончил он, потом в Казахстане отучился, ну, и приехал. Ну, он молодой специалист, но вот только увидел его, записался там. Ну, и пошло, поехал оттуда все, музыкальное. Мне даже так сильно понравилось, что не хотел в обычной школе учиться, хотел только музыкой заниматься. Ну, инструмент хомус в переводе означает, как кувшин или ковш, вот она форма напоминает ковш. Ну, или есть легенда, что вот один молодой человек лежал в юрте там и через дымоход отверстия смотрел на звезды и обнаружил там звезду, похожую на ковш. Ну, так как большая медведица, вот считается, и его вдохновило соорудить инструмент. Ну, я сначала покажу, как традиционная игра на нем, как играется. Это вот традиционная игра, считается. Ну, и есть тоже основной стиль тоже есть. Хактед называется, это просто. Один из сложных приемов. Окончив музыкальную школу, я поступил в Горно-Алтайское училище. Колледж культуры и искусства называется. Там по классу Домбра учился. Кстати, мой преподаватель тоже, житель Сосфакасимова, Руслана Николаевна Назырова. Сейчас она обратно переехала здесь и работает в национальной гимназии. А в то время она работала в Горно-Алтай, в этом училище. Вот я у нее занимался на Домбре, в трехсорной Домбре. Год отучился. И первый раз приехал сюда в 2007 году. Приехал здесь. Как раз был праздник обширный. Тумпайрам, соединенный с трехсотлетием вхождения в состав России, Хакасии. Ну и Пельбек какой-то фестиваль, 3 года, по-моему, было. Здесь я приехал с коллективом. Позвали меня, Ой-Ой-Им назывался. В Доме культуры в Горно-Алтайском. Это носители традиционных алтайских напевов. У меня много песен о Хакасках. Я придумывал музыку на Хакаский лад и слова брал народные. Песня называется «Туганар», как родственники, как юноша скачет до своих родственников и поет песню. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Горловое пение у юноши появляется в это время. Горловое пение у меня еще школьником научился. Где-то лет 15-16. Вообще горловое пение у юноши появляется в это время. Где-то после мутации голоса, когда низкий регистр появляется. Вот тогда тоже очень понравилось. Сидел Хайджи. Он пел. У меня прям мурашки. Я школьник, не понимался. Но так нравилось. Прямо нравилось и все. Сидел, сидел рядом. И так просто хотел, как обычно, повторить просто. Неизначай повторил. И вышла она у меня, получилось. Ну и так баловался, баловался. И со временем она у меня хорошо лепла. С инструментом слилось. И дальше вот я начал петь. Горловое пение. Поступил я в институт искусств. Там вот учился 3 года. Окончил музыкальный колледж. Театр начал работать еще студентом. Со второго курса начал работать. Так посчитал уже лет 7, а вот я оказался театром. «Моёёёёёёёёёёёёёёёёёё» Помнишь, да, вступление такое вот медленное, протяжное, с форшлагами, да? Вот, молодец, давай, сначала один, по двум струнам, да? Плавно. Ля, чуть, палец вверх сделай, вот здесь вот, чуть-чуть вверх, вот, ну-ка, вот, молодец, молодец, я вступаю. С этого года, вот, с сентября месяца я преподаю, при национальной гимназии, вот, на Шакасской, есть школа искусств. И в этой школе я преподаю по классу «ых» и «хомрах». Инструмент безладовый, конечно, надо ориентироваться только на слух. Ну, вот так, ну, все. Ну, молодец, да? Инструмент их, он считается, как инструмент потустороннего мира, подземного ханства. Когда играешь, вот, ощущение, что он платит. Для этого инструмента особо, для «ых» конкретно, не разработаны методические даже работы, пьески для детей. То есть, первый раз обучение детей, вот, как бы, очень ответственный момент у него, то, что хоть чему-то научить. Потому что инструмент их, очень мало на нем играет, и он на гранище знамения. Пишу, да, сочиняю. Сейчас, кстати, да, вот я работаю над пьесками для детей, инструмент их. Мне помогает развивать его, и вместе сочиняем, и Татьяна Федоровна Шалгинова. Так, дай-ка мне свою ноту «Соль» для начала. Не «Соль»-соль. А «До»? Это «До»-был, да? Ну, давай, более протяжно, да? Спокойно, не торопись. Ре, ми, фа, два, три. Вот так вот. Ли, два, три. Хобрах, он очень мелодичный. Инструмент, по легенде, считается верхнего мира уже. Инструмент богов. Есть легенда, что через него Бог дул на землю, сотворял людей. На нем можно и современной музыкой лиричной, но мне нравится одна композиция, Марикони, «Пастух, а не ноги». Этно-рок группа Ирэна Хан, это смесь национальных инструментов, джазовых инструментов, барабанная, электрогитара, бас-гитара, хомос, хобрах, все используем, и горловое пение. Перемешка получается отличной музыкой. Ну, язык я стараюсь и разговаривать, но я очень хорошо понимаю всех. Да, и в некоторых спектаклях я даже разговариваю. Говорю, учусь постоянно, предложение, как правильно составить, учусь. И говорю, часто прошу друзей, чтобы разговаривали со мной на Хакасском, здесь по душе, ну, как дома, все так же, такие же горы, такие же степи, как дома, все комфортно, хорошо. Недавно вот прошел конкурс среди преподавателей. Я там занял первое место, да, в музыкальных инструментах. Ну, и есть разные у меня конкурсы. В Бурятии был конкурс, я занимал тоже места Саянское кольцо, там уже группа, я в Туве второе место занимал, ну, и в Республике Алтай. В этим летом был международный курортайсказитель. Я с моей коллегой, с Тамарой Давлетовой поехали туда участвовать от имени Хакасии, как ансамбль Хазар Сух, вот наш ансамбль. И там, международным уже уровнем горлового пения мы заняли это второе место в лауреатах. Моя цель дальше нести эту традиционную национальную музыку, не терять ее и передать все свои знания впоследствии детям, всем ученикам своим, чтобы она по цепочке шла и не обрывалась. Музыка – это вся моя жизнь. Музыкой я живу вообще, в принципе, иду своей дорогой. Мне очень нравится, я очень счастлив, что у меня есть свой путь, своя дорога, своя цель. Ну, и, как сказать, где бы я ни был, что бы со мной ни было, я всегда буду не одинокий человек, всегда будет со мной музыка и песни со мной. Вот из-за этого я счастлив, что я, можно сказать, родился музыкантом. Субтитры создавал DimaTorzok